Добрый день, уважаемые друзья! Продолжаем изучать специальные режимы в цепях переменного синосоидального тока. Сегодня вашему вниманию предлагается лекция, посвященная параллельному резонансу в электрических цепях. Сегодня мы с вами рассмотрим выводы предыдущей лекции, где мы сделали понятие о электрическом резонансе. Введем понятие резонанса параллельного соединения двух полюсников. Рассмотрим общий случай этого резонанса, рассмотрим векторную диаграмму и перейдем к рассмотрению частного случая, когда параллельно соединены три элемента резистор, катушка и конденсатор. Как один из возможных частных случаев, рассмотрим немножко экзотическое явление всеволнового резонанса, то есть цепь находится в резонансе на любой частоте. Ну и как всегда, закончим эту лекцию выводами. Итак, в нашей предыдущей лекции мы с вами ввели понятие явления резонанса, как такого явления, при котором в электрической цепи, несмотря на наличие в ней реактивных элементов, сдвиг по фазе между током и напряжением на зажимах равен нулю. В этом случае, если сдвиг по фазе равен нулю, то цепь имеет чистый активный характер. В этом случае, как мы с вами убедились на примерах предыдущей лекции, напряжение на реактивных элементах при резонансе, именно при резонансе, может во много раз превышать напряжение, приложенное ко всей цепи. Во много, это значит в десятки, сотни, тысячи, десятки, тысяч раз. Насколько напряжение на реактивных элементах превышает напряжение на зажимах цепи, в прошлой лекции мы с вами назвали добротностью колебательного контура. Вот именно добротность колебательного контура может достигать вот этих значений, десятков, иногда даже сотен, тысяч в специально изготовленных колебательных контурах. Добротность контура тем больше, чем меньше активное сопротивление контура. Условия резонанса, которые мы с вами рассматривали на прошлой лекции, это математическое выражение, которое связывает между собой параметры цепи, то есть параметры элементов этой цепи и частоту, при которой в этой цепи наступает резонанс. Мы с вами обратили внимание, и я еще раз обращаю ваше внимание на то, что для каждой схемы соединения элементов существует свое собственное условие резонанса. Нет одного единого условия резонанса на все случаи жизни. Мы с вами сегодня еще об этом поговорим. Ну и мы сказали, что кроме последовательного соединения двух полюсников, помните предыдущую лекцию, возможно еще их параллельное соединение. И сегодня мы с вами рассмотрим, какие возможны резонансные явления именно при параллельном соединении двух полюсников. Итак, вспоминая предыдущую лекцию. У нас есть какой-то двух полюсник. Вот он здесь показан в виде вот такого, ну скажем так, черного ящика. Нам все равно, что находится внутри этого двух полюсника. Явлением резонанса в этом пассивном двух полюснике, во всем в этом двух полюснике, во всей этой, может быть, сколь угодно сложной электрической цепи, наблюдается такое явление, при котором сдвиг по фазе между током входным этого двух полюсника и напряжением, которое приложено к зажимам этого двух полюсника, равен нулю. Мы отметили, что двух полюсник теоретически может содержать одни только резисторы, и сказали, что этот случай нам не будет интересен, он является тривиальным. Нам будет интересен случай, когда нулевой сдвиг по фазе между током и напряжением наблюдается в двух полюснике, который содержит реактивные элементы. Сдвиг по фазе между током и напряжением может быть выражен двояко. Во-первых, через активное и реактивное составляющее сопротивлений вот этих двух полюсников, или, что одно и то же с точки зрения сдвига по фазе, через реактивное и активное составляющее проводимости этого двух полюсника. На прошлой лекции мы с вами рассматривали именно сопротивление, потому что мы рассматривали с вами последовательное соединение элементов внутри этого двух полюсника. Сегодня мы будем рассматривать случай, когда внутри нашего двух полюсника существует параллельное соединение. Итак, вот наш двух полюсник. Он состоит, в свою очередь, из двух других двух полюсников, соединенных параллельно. Каждый из этих двух полюсников имеет свою собственную активную проводимость G1 и G2 и имеет свою собственную реактивную проводимость B1 и B2. Через каждый из этих двух полюсников действуют свои собственные токи, ток первого, ток второго двух полюсника, которые, складываясь по первому закону Киргофа, дают входной ток. На входе двух полюсника действует идеальный источник напряжения. С учетом того, что цепь параллельная, удобно для параллельного соединения элементов использовать не параметры сопротивлений, а именно параметры проводимостей, так как при параллельном соединении элементов складываются между собой именно соответствующие составляющие проводимостей, а не сопротивлений. Поэтому для описания резонансного явления в этом параллельном соединении двух полюсников мы будем использовать вторую формулу из предыдущего слайда, а именно условие резонанса будет наблюдаться тогда, когда угол φ, который равен арктангенсу отношения B эквивалентного к G эквивалентному, равен нулю. B эквивалентное – это эквивалентная реактивная проводимость вот этого общего двух полюсника, которое равняется B1 плюс B2. G эквивалентное – это общая активная проводимость вот этих двух параллельно соединенных двух полюсников, которое арифметически вычисляется как G1 плюс G2. Видите, просто складываются между собой проводимости. Именно поэтому удобно характеризовать этот резонанс при помощи проводимости. Итак, если мы хотим, чтобы цепь находилась в состоянии резонанса, то числитель этой дроби B эквивалентная должен быть равен нулю. С учетом того, что B эквивалентная – это сумма двух проводимостей, то равенство нулю такой суммы возможно при одновременном выполнении двух условий. Во-первых, модули этих проводимостей должны быть равны между собой, а во-вторых, сами они должны иметь различные знаки. Если проводимости имеют разные знаки, а посмотрите, разные знаки имеют именно реактивные проводимости, то это говорит о том, что эти двухполюсники B1 и B2 имеют разные характеры – или емкостной, или индуктивный. Таким образом, как и в предыдущем случае, посмотрите, пожалуйста, вот предыдущий слайд, резонанс может возникнуть только при том условии, что вот эти реактивные проводимости двухполюсников имеют различный характер. Обратите внимание, точно такое же определение, к точно такому же выводу мы с вами пришли на предыдущие лекции, рассматривая не параллельное, а последовательное соединение двухполюсников и говоря о различном характере непроводимостей, как в нашей лекции сейчас, а сопротивлений. Вы, наверное, чувствуете, к чему клонится дело, чувствуете к понятию дуальности. Действительно, мы с вами говорили о том, что понятия сопротивления и понятия проводимость являются дуальными понятиями, и дуальными понятиями являются параллельное и последовательное соединение элементов. Поэтому мы с вами можем говорить о том, что рассматриваемые сегодня явления на этой лекции явления дуальны тем явлением, которое мы рассматривали с вами на предыдущей лекции. Мы об этом еще не раз сегодня поговорим. Давайте рассмотрим, как и в предыдущей лекции, общий случай. Общий случай, когда последовательно соединены два каких-то двухполисника, каждый из которых имеет соответствующую активную и соответствующую реактивную проводимость. Обозначим токи этих двухполисников как и активное, это ток через действующий в активной проводимости первого двухполисника, соответствующий ток в активной проводимости второго двухполисника. Ну а через реактивные составляющие, через реактивные элементы действует реактивная составляющая первого и второго тока. G1, B1, G2, B2 соединены между собой параллельно. А это означает, что мы можем прямо сейчас по закону Ома вычислить каждую из составляющих и активную и реактивную составляющую токов первого и второго двухполюсника. Активная составляющая тока первого и второго двухполюсника это общее напряжение, приложенное к нашим зажимам, умноженное на соответствующую проводимость первую или вторую. Реактивная составляющая токов. Давайте мы сначала с вами предположим, что мы имеем частный случай, когда B1 больше нуля, а B2 меньше нуля. В этом случае чему равняется B1, реактивная проводимость первого двухполюсника? Давайте вспомним, что B это есть кусочек от полной проводимости, это есть мнимая часть полной проводимости. Посмотрите, связана она, еще перед ней стоит знак минус, то есть комплекс полной проводимости, это есть активная проводимость, минус реактивная проводимость B. Если наша проводимость B1 положительна, то есть B больше нуля, то перед Y должен сохраниться вот этот вот знак минус. И мы имеем реактивный ток первого двухполюсника как минус, вот откуда он взялся, YB1, умноженное на напряжение, действующее на этом элементе B1. Мы договорились о том, что B2 отрицательно, то есть B в этом случае, в этой формуле становится меньше нуля и компенсируется вот этот знак минус. И тогда мы получаем плюс, вот он здесь явно выделен, YB2, умноженное на то же самое напряжение. Если цепь находится в состоянии резонанса, то модули проводимости будут одинаковыми, видите, сумма их равняется нулю, поэтому мы можем сказать, что будут одинаковыми по модулю и реактивная составляющая токов первого и второго двухполюсника. Обратите внимание, здесь не стоит точки, мы имеем в виду действующие или амплитудные значения соответствующих токов, но никак не комплексы этих токов. Комплексы не равны, а вот действующее значение, да, они одинаковы. Давайте попробуем построить векторную диаграмму для случая такого параллельного соединения двухполюсников. Общее правило построения векторных диаграмм мы с вами обсуждали на прошлой лекции, хотя и на предыдущих лекциях это тоже говорилось. Помните, мы говорили о том, что любую векторную диаграмму нужно начинать строить с построения так называемого базисного вектора. Базисный вектор, как правило, выбирается таким, это вектор той величины, такого тока или такого напряжения, которое является общим для всей цепи. Вот если можно в цепи выбрать такой ток или напряжение, то его однозначно нужно выбирать в качестве базисного вектора. Посмотрите, в нашем случае в цепи действуют аж раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь токов. Активная и реактивная составляющая токов первого двухполюсника. Два в каждом уже четыре, первого, второго. Два общих тока, которые равны сумме и активной плюс и реактивной комплексы. И, наконец, общий ток всего нашего общего двухполюсника, семь токов. Ни один из этих токов не является общим для всех элементов. А что является общим? В нашем случае этим общим вектором может быть выбран вектор напряжения на зажимах. И вот этот синий вектор напряжения изображен здесь под углом 0 градусов к положительному направлению оси Х. Представьте себе Декартову прямоугольную систему координат. Его начальная фаза принята равным нулю, он считается базисным вектором. Теперь по отношению к этому базисному вектору мы будем откладывать все остальные вектора. Начинаем. Начинаем с первого тока, это активная составляющая тока первого двухполюсника. Составляющая активная, ток в активном сопротивлении или в активной проводимости, совпадает по фазе с напряжением, поэтому вектор ИА1 и вектор ИА2 мы с вами откладываем параллельно, коллинеарно, совпадающим по направлению с вектором У. Теперь что можно сказать относительно реактивных составляющих? Мы договорились, что В1 больше нуля. Если сопроводимость больше нуля реактивная, то речь идет о индуктивном характере этой проводимости. То есть мы говорим о том, что наш первый двухполюсник, вот этот вот, имеет индуктивный характер. А если так, то реактивная составляющая этого тока, а это ток в катушке, ток в катушке, помните, отстает на угол 90 градусов от напряжение на этой катушке. Вот напряжение, оно общее, а вот отстающий на угол 90 градусов ток, реактивный ток первого двухполюсника. Если мы договорились о том, что В2 меньше нуля, а это говорит о том, что вот здесь вот у нас им костной характер элемента, то есть конденсатор, а ток конденсатора, помните, опережает напряжение на угол 90 градусов. Поэтому реактивную составляющую тока второго двухполюсника мы под углом плюс 90 градусов рисуем к нашему общему вектору. Но с учетом того, что модули этих токов одинаковы, с учетом того, что длины этих векторов одинаковы, они компенсируют друг друга и в общем токе И теряются. То есть отдельно существует этот ток и отдельно существует этот ток, но в общем токе И мы не видим ни этой, ни этой части. А что тогда являются составляющими общего тока И, а только активная составляющая первого и второго двухполюсника? Вот этот общий ток И, как просто алгебраическая сумма длины вот этого вектора и вот этого вектора. Вот этот общий вектор нарисован. Ну а токи И1 и И2, построенные здесь по правилу параллелограмма, это геометрическая сумма тока для второго двухполюсника реактивного и активного и тока первого двухполюсника реактивного и активного. Резонанс при параллельном соединении двухполюсников очень часто называется резонансом токов. Почему? Да потому что при параллельном соединении двухполюсников одинаковы токи в реактивных составляющих проводимости этих двухполюсников. Вот эти вот два вектора, они одинаковы, это токи, и мы говорим о резонансе токов. Вот так строится векторная диаграмма. Как вы видите, ничего страшного и ничего сложного, ничего того, о чем бы мы не говорили в предыдущих лекциях, мы сейчас тоже об этом не говорили. Векторная диаграмма строится только на основании тех знаний, которые у вас уже есть из предыдущих лекций. Теперь давайте поговорим о соотношении между токами и напряжениями и о понятии добротности колебательного контура. Здесь она тоже существует. Итак, мы с вами, как и на предыдущем слайде, принимаем, что первый двухполюсник имеет индуктивный характер, второй двухполюсник имеет емкостный характер. А теперь модули реактивных проводимостей, которые, между прочим, равны друг дружке в резонансе. Назовем характеристической проводимостью. Давайте вспомним по аналогии с характеристическим сопротивлением последовательного колебательного контура. Видите, снова дуальность. Здесь в последовательном колебательном контуре характеристическое сопротивление, У нас в параллельном характеристическая проводимость Ток I1 и ток I2 может быть выражен по соответствующим формулам G1-JB1 и G2-JB2 Каждый из этих комплексов умножается на комплекс напряжения Откуда взялись вот эти выражения в скобках? А это не что иное, как комплекс полной проводимости Вспомните предыдущий слайд Там было написано выражение в общем случае для комплекса полной проводимости G-JB В случае резонанса, когда B1 и B2 по модулю одинаковы и равны гамма Мы можем записать общий ток как сумму вот этих двух токов первого и второго двух полюсников Или как сумма активных составляющих проводимости Минус J, помните, минус J, B Это комплекс полной проводимости А мнимой частью этого комплекса является гамма, это B1 Минус то же самое гамма, это B2 Они равны друг дружке, то есть 0 То есть наш комплекс не имеет мнимой части Он имеет только вещественную часть G1 плюс G2 Поэтому комплекс тока выражается по формуле G1 плюс G2 умноженное на комплекс напряжения Теперь давайте рассмотрим действующее значение этого тока Видите, I без точечки, действующее значение Оно равняется сумме проводимости, умноженное на действующее значение напряжения, приложенного к этой цепи Одновременно в реактивных элементах действуют одинаковые токи По величине каждой из которых и реактивная равен гамма, умноженное на U Гамма это реактивная проводимость И по аналогии с последовательным колебательным контуром мы введем понятие добротности Добротность параллельного колебательного контура мы будем определять как отношение реактивной составляющей тока каждого из двухполюсников Мы говорим о резонансе Токи одинаковы Поэтому мы можем говорить о одном единственном выражении вот здесь вот в числителе Так вот, отношение этих активных составляющих к полному току, действующему на входе цепи Обратите внимание, мы берем действующее значение Никаких комплексов Q это вещественное число На прошлой лекции точно так же мы с вами определили добротность Как отношение реактивной составляющей напряжения к полному напряжению последовательного колебательного контура Снова дуальность, о которой я обещал много раз сегодня еще вспоминать Это не последний раз Сделав очевидное преобразование, мы можем получить выражение для добротности параллельного колебательного контура Посмотрите, добротность параллельного колебательного контура будет тем больше, чем меньше будет сумма G1 плюс G2 То есть суммарная активная проводимость нашего параллельного контура Ну и конечно, она еще будет больше, если будет больше B1 и B2 Это числитель нашей дроби Отсюда можно видеть, что добротность, вот эта Q Которая, кстати, ни в чем не измеряется Это безразмерная величина Это отношение двух Сименсов Посмотрите, Сименс в числителе и Сименс в знаменателе Так вот, эта добротность показывает, во сколько раз ток в реактивных элементах параллельного колебательного контура превышает общий ток на зажимах цепи Еще раз, если мы говорим о добротности колебательного контура, то мы можем говорить о ней только в режиме резонанса Если мы отошли от резонанса вправо или влево, то добротность сразу теряет смысл Почему она, кстати, теряет смысл? А потому что тогда у нас уже становятся две разные реактивные составляющие токов И одной добротности уже не получается Теперь давайте перейдем к рассмотрению частного случая На прошлой лекции в качестве такого частного случая мы рассмотрели последовательное соединение RLC Но сейчас, как вы понимаете, оно будет параллельным Итак, резистор, катушка, конденсатор соединены параллельно Действуют три тока Ток резистора, ток катушки и ток конденсатора И если мы хотим говорить о резонансе во всем этом двухполюснике То мы должны его разбить на два поддвухполюсника На две составляющие Каким образом разбить? А точно так же, как мы делали это на предыдущей лекции Помните, в предыдущей лекции мы говорили о том, что реактивные составляющие сопротивлений Первого и второго двухполюсника должны быть разные по характеру В нашем случае реактивные составляющие проводимости должны быть разными по характеру Первый двухполюсник, допустим, это будет R и L параллельно соединенные И какой характер будет у реактивного сопротивления То есть реактивной проводимости нашего первого двухполюсника Индуктивный А у второго, у одинокого конденсатора Будет емкостный Теперь строго по правилу, что такое резонанс Находим условия резонанса Если в цепи резонанс, то сдвиг по фазе между током и напряжением Между вот этим током и вот этим напряжением Равен нулю Это возможно при условии, когда B эквивалентная Эквивалентная реактивная проводимость всего вот этого вот соединения равна нулю В нашем случае эта эквивалентная реактивная проводимость равняется разности реактивной проводимости элемента катушка B, L и разность и элемента конденсатора B, C B, L это величина обратная X, L это единица деленная на омега L А B, C это величина обратная сопротивлению конденсатора реактивному X, C X, C это единица на омега C Обратная величина это просто омега C Если в цепи резонанс, то единица на омега L равняется омега C Только мы добавили уже нулевое Мы сказали, если в цепи резонанс, то омега нулевое резонансная частота Уже фигурируют здесь в этом условие резонанса Вот условие резонанса для нашего колебательного контура Найдем из этого условия угловую частоту, при которой в цепи возникает резонанс Из несложных выкладок, а мы их проделали и на предыдущей лекции тоже Мы снова получаем формулу Томпсона Посмотрите, вот она у нас встретилась вот здесь на предыдущей лекции И вот она же появилась и здесь На предыдущей лекции я вам говорил о том, что глубоким заблуждением, которое вы вынесли Если хорошо учили физику, является то представление, что в любом случае Для любой электрической цепи, как только слышим резонанс Пишем омега L равняется единице на омега C Или наоборот Это неправильно Это неправильно А то, что у нас получилась формула Томпсона в данном случае Это не более чем совпадение Для других электрических цепей у нас будут другие соотношения для резонанса Поэтому для каждой новой электрической цепи Вы обязательно должны заново составлять условия резонанса Имейте в виду, готовясь к экзаменам Давайте рассмотрим векторную диаграмму вот этой параллельной цепи Как и в общем случае, мы в качестве базисного вектора выбрали вот этот вот вектор напряжения Вектор тока в катушке и вектор тока в конденсаторе Противоположно направлены и одинаковы по величине И видите, компенсируют друг дружку А тогда общий ток, действующий в этой цепи Ничто иное, как ток в регистере Вот этот ток, совпадающий при резонансе с напряжением U по фазе Вот такая векторная диаграмма получилась в нашем случае Обратите внимание на векторную диаграмму, которую мы получили на предыдущей лекции Геометрически она точно такая же Только в том месте, где у нас стоял вектор тока Вот он у нас базисный здесь, видите У нас вектор напряжения А в том месте, где были вектора напряжений Стали аналогичные вектора токов Катушки, конденсатора и резистора Вот еще раз мы можем говорить о дуальности параллельного и последовательного резонанса Даже в этом частном случае Теперь рассмотрим частотные характеристики Мы рассмотрим зависимость проводимостей от частоты На прошлой лекции мы рассматривали графики зависимости напряжений То есть, прошу прощения, сопротивлений, конечно же, от частоты Итак, проводимости Какие проводимости здесь у нас есть? Проводимость катушки Вот этого элемента реактивная единица, деленная на омега L Проводимость вот этого конденсатора Омега C Я специально сейчас сделал паузу Я вспомнил, что, наверное, вам нужно напомнить Еще одно заблуждение, которое вы можете вынести из курса ТОЭ Это то, что у конденсатора все отрицательное У катушки положительное, у конденсатора отрицательное На самом деле это не так На самом деле конденсатор как элемент Имеет положительное сопротивление реактивное XC И имеет положительную проводимость B, C Видите, произведение омеги, а это положительное число На положительную емкость конденсатора Но конденсатор, который мы рассматриваем в составе электрической цепи Не изолировано, как здесь, а в составе какой-то электрической цепи В комплексе полного сопротивления или в комплексе полной проводимости Там появляется знак минус А как он появляется, я рекомендую вам обратиться к предыдущим лекциям Так вот, это реактивная проводимость конденсатора Омега C Разность B, L минус B, C По аналогии с X, L минус X, C Это реактивная проводимость кого-чего А всей вот этой вот цепи А Y Это полная проводимость Обратите внимание, не комплекс, а сама проводимость Модуль Это корень квадратной суммы квадратов G в квадрате плюс B в квадрате Обратите внимание, подобная дуальная формула для комплекса полного сопротивления Итак, B, L Вот это синее B, L Вот синий график, посмотрите Это обратно пропорциональная зависимость по отношению к омега L Это гипербола на самом деле Это маленький ее кусочек, построенный этой гиперболой Проводимость конденсатора с ростом частоты изменяется линейно Вот эта прямая линия, это проводимость конденсатора Разность вот этой синей и вот этой вот коричневой B, C Вот эта вот зелененькая B Это есть общая реактивная проводимость Посмотрите, до резонансной частоты Вот здесь вот слева от резонансной частоты Вот омега нулевое Тысяча в нашем случае радиан в секунду B, L Было больше, чем B, C B, L Было больше, чем B, C Разность была положительна И проводимость B Вот эта зеленая Была положительна На резонансной частоте B, L равно B, C Разность равна нулю Ну и когда мы уходим вправо от резонансной частоты В сторону более высоких частот Чем резонансная омега нулевое Мы имеем проводимость B, L Вот эту синюю Видите, уже меньшую, чем вот эта коричневая проводимость B, C И мы имеем отрицательную проводимость B Для более высоких частот Ну а как ведет себя Y Корень квадратный И G в квадрате плюс B в квадрате А вот эта красная линия Это не что иное, как полная проводимость нашей цепи Обратите внимание На резонансной частоте Полная проводимость имеет Минимальное значение Это означает, что на резонансной частоте Величина обратная этой полной проводимости А ну-ка давайте вспомним, как она называется Вспомните, а я сделаю паузу Правильно Она называется полное сопротивление Величина обратная полной проводимости Так вот, на резонансной частоте Полное сопротивление этого контура максимально Минимальным является обратная величина Полная проводимость На резонансной частоте В последовательном контуре В дуальном Значение полного сопротивления было минимальным Ну а соответственно полная проводимость Была максимальной Видите, все наоборот А вот график для тока Действующего в этой цепи Посмотрите, он какой-то такой Немножко неестественный Давайте мы сейчас посмотрим Почему неестественный Это потому что, видите, очень быстро затухает Ток Становится минимальным Ток, это вот этот вот входной ток Становится минимальным на резонансной частоте А потом медленно, лениво начинает подниматься Затухает по гиперболе А начинает подниматься уже по прямой линии Давайте посмотрим, почему так Сейчас мы смотрим амплитудно-частотные характеристики для токов Для тока катушки Вот этот вот синий ток Для тока конденсатора, вот эта коричневая И общего тока И Ток катушки равен проводимости катушки Единица на омега L Умноженная на напряжение Если напряжение постоянно То Если напряжение постоянно То чем выше частота, тем меньше ток И ток меняется по гиперболическому вот такому вот закону Ток конденсатора с ростом частоты А вот у нас частота увеличивается При постоянном же напряжении линейно возрастает Ну а разность этих двух токов И L минус ИС И будет общий ток И С учетом еще и тока в резисторе Но нас сейчас интересуют именно вот эти два тока И посмотрите Когда ток ИЛ был больше, чем ток ИС То Форму кривой вот этой красной Определял вот этот больший ток Ток катушки После наступления резонанса Ток катушки все меньше, меньше и меньше И он уже не так заметен На фоне вот этого линейно возрастающего тока конденсатора Поэтому после резонансного режима После омега нулевое Ток начинает возрастать вслед за током конденсатора Подчиняясь его фактически закону Видите, практически прямая линия Вот так объясняется этот график Ну а теперь посмотрите, пожалуйста На графики для напряжений Конденсатора катушки И общего напряжения У Которое было у нас с вами В случае последовательного резонанса Вы видите, нет таких кривых Мы говорим о дуальности Но кривые напряжений Для последовательного резонанса Не повторяют кривые токов Для параллельного резонанса А где же здесь дуальность? Почему мы с вами получили Вот такие графики? Для того, чтобы ответить на этот вопрос Нужно немножко подумать Я не буду давать вам времени сейчас Для того, чтобы подумать Я просто дам правильный ответ А вы попытайтесь понять Этот правильный ответ Так вот Если мы говорим о цепи Дуальной Нашей вот этой вот Последовательному соединению Резистора катушки и конденсатора То мы должны говорить О дуальной цепи Полностью Посмотрите Что было подключено На вход Вот этой цепи Последовательной РЛЦ А был подключен Идеальный источник напряжения Для того, чтобы наша схема Стала полностью дуальной Мы имеем вот эту вот Одну дуальную часть Параллельное соединение РЛЦ Но на входе цепи Стоит не идеальный Источник тока Как он должен был бы стоять А стоит тот же Идеальный источник напряжения Именно за счет Вот этого идеального Источника напряжения И получаются Вот такие кривые токов Но если бы Мы с вами рассчитали Токи резистора Катушки и конденсатора При подключении Здесь Идеального источника тока То мы увидели бы с вами Точно такие же По форме Кривые Может быть вы не сразу поняли Что я сейчас сказал Пожалуйста Перемотайте Секунд на 15 назад Лекцию Прослушайте еще раз Я бы хотел Чтобы вы Не ушли С этого места Не поняв Этого момента Но мы уходим С этого места Мы уходим с вами На построение Фазочастотной Характеристики Что это такое Мы уже с вами знаем А это не что иное Как график зависимости Сдвига по фазе Между током И напряжением В зависимости от частоты То есть Фи от омега Фи от омега Мы с вами строили Раньше По формуле Омега Л минус Единица на Омега С Разность сопротивлений Деленная на Р Разность реактивных Сопротивлений В нашем случае Практически то же самое Только разность Реактивных проводимостей Делим на Активную проводимость И это Арктагенсоида Она у нас Просто-напросто Зеркально Отобразилась Она становится Дуальной Посмотрите Вот она такая Когда Частота А эта частота Была равна нулю То мы имели Строго 90 градусов Сдвиг по фазе Между током И напряжением Катушка Нам обеспечивала Вот эти 90 градусов И До резонансной частоты Сдвиг по фазе Между током И напряжением Положителен Обратите внимание Он был отрицательным В случае Последовательного резонанса При параллельном Положительном Цепь носит Индуктивный характер Цепь носит Активный характер На резонансной частоте Независимо От Конфигурации цепи Параллельная Или последовательная И здесь Я имею ввиду При последовательном Соединении Цепь была Активная И здесь Она тоже Носит Активный характер Ну а когда мы Переходим В сторону Возрастания Резонансную частоту Цепь Становится Ёмкостным Начинает Больше себя Проявлять Конденсатор Вот таким образом Мы построили Фазочастотную Характеристику Ну а теперь Рассмотрим Частный случай Частный случай Когда Мы имеем Два двухполюсника Разные По характеру Это Параллельное Соединение Ветви РЛ И РЦ Условия резонанса Давайте найдем Как всегда Фи равняется Нулю Фи это В нашем случае При параллельном Соединении Арктангенс Отношение Б деленное На Ж Б равняется Нулю Как числитель Этой дроби Б равняется Б1 Плюс Б2 Это Стандартный Путь Нахождения Условия резонанса Для всех Абсолютно Цепей А вот теперь Для каждой Конкретной цепи В этом случае Когда вы написали Вот это выражение Нужно остановиться И записать Глядя на схему Чему равняется Б1 И чему равняется Б2 А вот чему равняется Б1 Б1 Это отношение Х1 А что такое Х1 А это Реактивное Сопротивление Вот этого Нашего Первого Двухполесника Оно равняется Омега Л В нашем Первом Двухполеснике Реактивный Элемент Катушка Деленное На сумму Квадратов Сопротивлений Первого Двухполесника Активной Реактивной Составляющей Активная Составляющая R1 А реактивная Составляющая В квадрате Это Омега Квадрат Л Квадрат Аналогичная По структуре Формула Видите Х2 Деленная На соответствующую Сумму Квадратов Выражает Реактивную Проводимость Второго Двухполесника Только тут Нужно иметь Ввиду Что Х2 Отрицательно Давайте еще раз Разберем Этот тонкий Момент Посмотрите Тут написано Х2 Тут не написано ХС Чем они Отличаются Друг от друга ХС А вот Давайте Посмотрим На эту Формулу Это Реактивное Сопротивление Конденсатора Что Такое Х Х Это Реактивное Сопротивление Ветви Которая Содержит И катушку И конденсатор Равняется ХЛ Минус ХС Но теперь Давайте Допустим Как у нас Имеет место В нашем случае Вот в этой Второй ветви Нет катушки А если нет катушки То ХЛ Равняется Нулю Что остается У нас тогда Х А это в нашем Случае Х2 Реактивное Сопротивление Ветви Второй Равняется Минус ХС Вот оно Минус Единица На омега Нулевое С И тогда Условие резонанса Для этой цепи Выражается Вот такой Вот Довольно Сложной Формулой Я Еще раз Фиксирую Ваше внимание На том Что Для каждой Цепи Условие резонанса Своё Собственное Забудьте Физику В том Плане Что Омега Л Равняется Единица Деленная На Омега С Это Один Единственный Частный Случай Давайте Давайте Теперь Посмотрим Резонансную Частоту Найдем Из Вот этого Нашего Выражения Оно Непростое Но После Преобразований Можно Можно Найти Конденсатора В этом Случае Чисто Вещественным Числом А вот Такого Вещественного Числа Удовлетворяющего Вот этому Вот Равенству Когда Р1 Или Р2 Больше Чем Корень Из Единицы На Л С Не Существует А Если Не Существует Значит Нет Такой Резонансной Частоты Значит Резонанс Невозможен Видите Тоже Интересный Случай Когда Есть Катушка Есть Конденсатор А Резонанса Нет Ну И Наконец Третий Случай Когда R1 Равняется R2 Они Одинаковы И Оба Равны Корню Из L Деленая На С При Этом Получается В числителе 0 И В знаменателе 0 И Мы Имеем Неопределенность Типа 0 Деленая На 0 Если Вы Помните Математику Алгебру То Такая Неопределенность Раскрывается Помните Есть Правило Лопиталя Которое Позволяет Раскрыть Такого Рода Неопределенность Так Вот Раскрыв Эту Неопределенность Мы Увидим Что Это Соотношение Может Выполняться На Любой Частоте А Это Означает Что Какую Бо Частоту Напряжения Мы Не взяли Наш Контур При Таком Соотношение Параметра Будет Всегда Находиться В Резонансе На Любой Длине Волны Всеволновый Резонанс Ну Вот И Все Относительно Резонанса При Параллельном Соединении Двух Полисников Осталось Сделать Выводы Явление Параллельного Резонанса Является Дуальным Мы об этом Много раз Сегодня Говорили По отношению К явлению Последовательного Резонанса При Параллельном Резонансном Режиме Параллельная Цепь Имеет Найменьшую Проводимость Или Найбольшее Сопротивление Дуальная Ей Последовательная Цепь Имела Найменьшее Сопротивление В резонансном Режиме Ток параллельно соединенных катушках и конденсаторе максимален, а общий ток минимальный. Соотношение, помните, определяется добротностью колебательного контура. При параллельном соединении RL и RC ветвей возможно явление всеволнового резонанса, при котором резонанс наблюдается на любой частоте. Этой лекцией мы с вами заканчиваем тему номер 5 о нетрадиционных режимах работы, специфических режимах работы цепи переменного синусоидального тока. В нашей шестой теме мы с вами перестанем игнорировать один факт, о котором, между прочим, говорили еще на самой первой лекции. А помните, мы на самой первой лекции ввели понятие свойства индуктивности электрической цепи. Мы сказали, что ток, действуя в электрической цепи, все равно где, в проводнике, в катушке, все равно где, создает магнитное поле. Мы пренебрегали этим магнитным полем, мы игнорировали его наличие. Но вот сейчас, а вернее не сейчас, а на нашей следующей лекции, мы перестанем игнорировать магнитные поля, которые возникают вокруг катушек. И посмотрим, как будут изменяться наши теоретические основы электротехники с учетом этого явления, с учетом явления магнитной связи. Это будет темой нашей следующей лекции. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.